Здравствуйте! Я что-то не могу понять. Меня не внимательно слушают? Советую мотать на ус, о чем здесь говорится. А у кого еще его нет, в срочном парадке отпустить. А с теми, с кем мы не воюем, тем приклеить. Можно сразу небольшой портретик, сами знаете кого. Кать Ностальевич дурного не посоветую. Ибо за кем-то поутараться не его прерогатива. У его всегда свежие новости, которые не выходят за рамки срока давности. Сегодня в выпуске. Западу мало их нам пакетов. Решили подкидывать мешки с тротилом у вузы. Их паненка поехала на свидание до пана. Не для писаков из подшипницы мы каждый год высаживаем деревья. Никакую помощь мы не запрашивали. Она сама пришла. По язычникам не звонит наш колокол. И другие уготовленные новости для подготовленного зрителя. Нашим саперам подрывникам не дают возможности раздеться и расслабиться в кругу семьи дома на жене. И кто? Выясняем, обмозговываем. То ли это ровнивый сосед по лестничной площадке, то ли шалуны в виде учащихся тех или иных вузов, а может и западные спецслужбы. Что не может, а скорее всего, мы эти их подложенные нам коровьи лепешки щелкаем как орешки. Ибо знаем их содержимое как свои пять пальцев. На сегодняшний день с точностью можем констатировать о том, что их аппетиты возросли. Но мы совсем справляемся. Знаете, на службе предпочтений у еде не бывает. Бывает хочется добавки, но это совсем другая история. Наши спецы-дегустаторы по свежим следам идут за минером. Скоро все будут найдены. И производители, и кураторы, и координаторы, и курьеры. Мало им не покажется. Тот, кто это дерьмо нам подкладывает, точно знает, что мы его ищем. А найдем, кого следует. Не благодарите. Та, слушайте, которую еще вчера конституцию от рецепта отличить не могла. Сегодня тегаются по Союзу за их же евро. Дабы нам тут, видите ли, неповадно было. Ну да наш господь ей судья. Слушайте, на днях потянулось с визитом, естественно, неофициальным, у ту их Польшу, к дуде. Подыграть на арендованной скрипке. Кроме того, что они там поголосят урегламентированный унисон, посидят за круглым обеденным столом, поклюют их эту национально расчетливую кухню, больше ничего не произойдет. Уверяю вас, однозначно, из железа бетона. Ребята, нам незачем даже париться. И вообще не стоит обращать на этот зазаборный троп свое сосредоточенное внимание. Мы бы и не говорили об этом вообще. Однако, это ж вам все интересно. Вы же все хрипите. Покажите нам правду, не только с лицевой стороны, но и с филейной части. Хорошо. Желание нашего преданного зрителя закон, а предавшего уголовный кодекс. Это надо понимать. Слушайте, у этих свядомых и их воздыхателей у вошло в моду перебрасывать один одному письма через колючку со словами поддержки и прочими лирическими нотками. Нам же об этом докладывают. Слушайте, докладывают уплоть до их мыслей и неограниченных фантазий в ограниченных для этого местах. Ужас! Наверное, еще хотят получить добавки в виде срока. Но это мы организуем. Я всего не могу произносить в эфиры, поэтому скажу здесь. Доходило до того, что они в этих писульках своих сообщают о том, что ни о чем видители не жалеют и готовы идти до конца. Правда, не знают у какой стороне тот самый конец. Не переживайте. Мы их направим, а кого надо подведем. Но тут суть у другого. Они, будучи там за решеткой, еще во что-то верят. Когда уже о них тут все забыли и по десятому кругу открестились, кроме заботливого государства с его уголовным кодексом. Открою вам ни для кого не секрет. Это западники платят тут отдельным писарчукам, которые за их кровавые купюры строчат тут от руки день и ночь. Одно и то же, как под копирку. Тем самым хотят создать видимость, прости господи, озабоченности и какой-то там неугасающей внутренней борьбы. Бред и чепуха. Слушайте, хотя бы руку сменили. Почерк один и тот же, слезный. А нас им не разжалобить, потому запретили сидельцам давать обратную связь. Более того, наш свободный лес растет не для того, чтобы после лечь под перо к уголовникам и прочим проходимцам. Наша древесина пойдет к первоистокам у Китая. Они знают, как обращаться с бумагой. Особенно, когда за нее приходится расплачиваться своей. Это их, как ее, юаней с мудзидулями. Но мы не гордые, возьмем и обменяем у банки на понятные. Точка. Раз уже мы тут с вами так разоткровенничались, продолжу. У некоторых вошло в привычку обвинять нас у том, что где-то там у этой мусорки что-то всплыло у виде отходов жизнедеятельности. И мы вовремя на эту утку не дореагировали. Рассказываю, в прошлом году нам пришлось не сладко. Вы об этом помните. Но мы бы и сами обошлись. Да, они спали бы ночами, правда, но тем ценнее была победа. Слушайте, но тут наши братья без границ бескомпромиссные, но только по отношению к врагу. Благо, в прошлом году он у нас оказался общим. А именно самопровозглашенный народ Беларуси вдруг людьми захотели зваться. Мы им такое право не давали. Знаете, как мы пересраховались? Рассказываю. Состоялся разговор у видимо налога. Кто с кем там что решил, не могу озвучить. Но сказано было следующее. Александр Владимирович, Владимир Сандругович, Сан-Сан, аль-аль, ой-ой-ой-ой, помоги. И помогли. Благо, их подкрепление давно уже было здесь. Провернули все, что хотели. И чем хотелось? По всем фронтам и во всех местах. Своих же мозги им не уставишь. Поэтому пришлось прочищать их серое вещество через то, чем они думали все эти годы. Через это отверстие и получили. Надлежащий парадок поддерживаем и по сей день. Не благодарите. Некоторые здесь запишчали о том, что видите ли кому-то там, по ком-то там не дали провести панихиду от слова нигде. Я вам так скажу, никто никому ничего не запрещал. Упаси Господь. Люди этой божьей профессии сами открестились от ритуала в данном случае. А они уж поверьте, за время своей профессиональной деятельности и не на такое насмотрелись. Исключительно гражданская позиция. Совесть и страх перед наказанием Всевышнего взяли верх над материальными благами. Чего наверх с этой непростой просьбой не хотели гневить небеса. Ведь для тех, кто у нас уверовал, страшнейший грех уверовать у кого-нибудь другого. Ибо, как мы знаем из заветов уголовного кодекса Республики Беларусь, предал нас однажды, а слушаться уже не получится. Так как никто еще оттуда не возвращался. И этих тоже касается, которые нам тут выкручивали свои хорогоды. Пусть поклоняются своим покровителям, а на нашего Бога не рассчитывают. Мы их к нему не подпустим на пушечный выстрел. У любом состоянии, из каких бы то ни было миров. Точка. Альбель Лютеневич заявил о том, что спицы со всего мира, включая западников, узелись за пересчеты голосов не наших избирателей на наших выборчих участках. Ну, хотите, пересчитывайте. Мы эти голоса давно спалили к чертям собачьим. Нет, тем любопытным усе мало. Пересчитали и воскресили победу Альтроновича уседьмой раз. Молодцы, ребята. Разве у кого-то могли быть какие-то сомнения на сей подсчет? Вот именно. Блестящая победа с колоссальным отрывом от поварыхи и прочих блатных. Санф Бросович с радостью бы портфель под мышку, только не вспоминайте, как звали, но не отпускают. Он уже от них в прошлом году и отбивался, и отбрехнулся на заводах, чуть ли не отстреливался. Говорил, уходите. А им хоть ты кол на голове чаши. Не отпустим, говорят, и все тут. Слушайте, мы тут шутим, может, это и есть их коварный план затяжного протеста? Вынести уперот ногами человека, который не успел покинуть ни должности, ни кабинета, ни страны. Ха! Вот вам и весь наш ответ. Так какие еще тут вам нужны подсчеты-пересчеты, если сам народ требует? Остался. Вынудили. Благодарите. Новости спорта. Мы бежим. Одна убегает, но мы догоняем. В остальных видах тоже отличились со знаком запатентованного качества. И о погоде. Мы дали у дома отопление. При этом не выключили ни свет, ни перорезали газ. Чем еще больше угодить, уже и не знаем. До свидания. Редактор субтитров